Идем по очень оживленной улице Бангкока. Мы решили остаться здесь на ночь, чтобы... Ну, по деньгам в отеле это примерно то же самое, что ехать в Паттайю на такси. Вот, и чтобы не кататься, нам все равно завтра в Бангкок решили здесь остаться. На пакете сажатая... Мы купили ассортимент. Ассортимент был то же самое. Но мы купили... Из того, что мы купили, мы купили там Бадланеца, который как бы был в начале, что-то один из таких. Аббат! 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 Вот где-то там наш отель. Вот, прямо в центре Бангкока у нас тут тусовка из крыс. Рядом помоечка. И они тут вполне себе хорошо себя чувствуют, никого не боятся. Весь газон изрыт такими вот норками. И вот тут целое стадо бегает. Гуляем по центру Бангкока. Вот такие вот тут злачные места. Мы тут часа полтора назад проходили. Эта очередь еще была, куда никто не знает. Бомжи и тут есть. Бомжи и тут есть. Это рынок, он на ночь закрывается. Все разбирают. Иду за пивасиком. Зашли в общественный парк в центре Бангкока. Он небольшой. Размером всего примерно 800 на 800 метров. И говорят, здесь живут вараны. Скорее всего, это водный варан, сальватор. Вот, сейчас будем искать. Первый раз когда сюда приезжали, мы тоже вообще просто не... Красивые пальмы растут на берегу. А вот и пишут на орхидейке. Какой-то это, судя по всему, фикус, что ли. С огромными корнями. Вон ползет малыш варанчика. Сейчас я попробую подойти. Но он свалил. Нет, ушел купаться. Огромное дерево. И на нем растут эпифидные орхидеи кицинбидиумы. Судя по размеру, растут они тут уже не один десяток лет. Ну, все просто, Миша, потому что дети не надо бороться с другими. Какой огромный куст. А вот и плоды. Там сидит еще один малыш варанчика. Сейчас я попробую приблизить. Вон он. Наверное, убежит. Очень жарко. Они очень скоростные тут. Здесь вот под этим бетонным основанием есть небольшие ниши. Скорее всего, они там все сидят, охлаждаются. Опа. И удрал. Вон там уже бежит варанчик покрупнее. Сейчас попробуем к нему подойти. А вон вообще здоровый. Офигеть. Такие вот зверюги тут бродят. Вижу, вижу, вижу. Сейчас этого снимем сначала. Эй, чувак. Привет. Не боится. Идет по своим делам. Наверное, он уже привык, что его тут все снимают. Облизывается. Флорариумная цапля не нравится. Боже. Недобро смотрит. У нас появилась идея флорариумной цапли. Так, там какая-то маленькая флорариумная цапля, говорят. Сейчас будем ее тоже смотреть. Правее, левее где? Куча местных ворон черного цвета. А вот варанчик откисает в воде. Жарко бедному. Вот такие вот тут искусственные каналы. Вон под пальмой нора варана. Там они сидят, скорее всего, сейчас охлаждаются. На том берегу лежат местные чуваки. Вон рядом с ними лежит варан. Отдыхают. Только что уплыл. А, вот он, правда, змеи головы. Вон он, он сейчас выпустился. Сейчас поднимется. В общем, это рыба-змеи головы. Вот он, вот он, вот он прямо. Сантиметров 10 от поверхности, но вода очень мутная. Плохо видно. Вон черепашинцы торчит. Да, обычные наши красноухые. Вон там, смотри, кругов сколько пойдем. Вон там целая тусня. О, смотри, варан сидит. Вот он, прямо тут. Очередной бетонный прудик с кучей головастиков домового веслонога. Насколько я понимаю, они откладывают икру везде, где хоть какое-то время держится вода. Дерево, по которому ползет здоровенный эпипремнум. Мы едем на ферму Тиланси. Очень долго едем на ферму Тиланси. Видимо, Тиланси там будут какие-то невероятные. Вероятно, дорогие после этого они будут. Да, у нас сейчас уже мысли о том, сколько должны стоить Тиланси, если туда столько ехать. Все устали. Ладно ехать, еще лететь. Да, еще лететь, ехать. Еще кандей не работает, толком. Попа у всех уже квадратная. Если кто подскажет способ. Ластри какие-нибудь. Перцовый. Перцовый, да, если только. Здесь их ластающие продают хорошие. Ой, очень, короче, надеюсь, мы скоро доедем. Осталось вроде как 10 минут. Вот, но мы уже не верим этому навигатору. Приехали. Очень долго ехали, но здесь не только Тиланси, здесь еще растут орхидеи. Сейчас мы посмотрим, как все это происходит. Ну, тоже притянка. Маленькие нареженные орхи. Фенигантные какие-то. Они просто без розового пигмента, потому что причинируют. Нет, они просто крупнее здесь. Дроблены. Красиво. Такие тоже, кстати, купили. Да, ребят, конечно. Какой красивый перчик. Очень большой питомник. Пока. Да, вроде разобрались. Они думали, что мы сразу едем в Паттайю. Да, говорят, что мы не найдем машину. Ой, как скользко. Много водорослей. Здесь, конечно, сильно более... Сильная высокая влажность. Ох, красивые такие бедроби. И всякие другие орхидеи. Мы далеко тут не все знаем. Это красота. Это сразу прочитать, наверное. Да, наверное, просто брать цену, название и это... Вон там, смотри, куча еще всего. Такие злаки классные. Ну, есть много. Я в виде сорнякатов. Вон хомкианы уже пошли. Космос просто. Да, здесь хотя бы легче, чем в машине. Потому что в машине, мне кажется, уже водитель бы плакал от счастья, когда мы приехали. Еще прикалывает количество пилей микрофилы. Выбрали, в общем, кучу растений. Вот, на отправку. Идем сейчас на другую какую-то ферму. Находится по соседству. Сейчас будем смотреть, что там. Вот тут какое-то естественное болотце. Цапли. Еще какие-то птички. Красота. На такой тележке мы будем складывать отобранные растения. Вдоль многих километров вдоль дороги идет вот такой вот каналчик, по которому течет вода. Течение довольно сильное. Вон там местные купаются. Ну и вода гораздо чище, по сравнению с другими водоемами, которые мы здесь видели. Отсюда же она берется для полива полей и ферм. Смотрите, опунции растут прямо в воде. А говорят, кактусы не любят высокой влажности. Такая роскошная пальмочка. Самое главное, что... Смотрите, какие роскошные лица у меня. Сончик, не стоит. У нее некоторые участки повреждены. Варигатный. Видимо, все-таки... Тяжелый. Ой, ты посмотри, тоже варигатный. Реш, ты видел лицо? Он уже убежал. Вот еще одна ферма. Все растения находятся под затенением 70%. Вот на таких дощечках растут тилансии. Это ионанты. Выращиваются вот так вот на проволочках. Метров сто, наверное, длина такого ряда. Огромная ферма. Это страны орхидейки. И тоже вот сто метров увешаны ими. А это все миллионы ионант. И миллиарды. Бисхидии. 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 Размером где-то метр. И она цветет. Вот там большая. Вот еще одна гигантская тилансия. Вот, например, в сравнении со стандартной пол-литровой бутылочкой воды. Конского размера совершенно. Вот еще огромный куст. Сейчас я тебя сниму. Спасибо. Посмотрим. В виде сорняка тут вырос какой-то цисус. не очень крупными листьями. Растет прям по стеллажам, поверх тилансий. Листва это бамбук. Тут по соседству растет огромный куст. И с него это все летит. Похоже, это гибрид селерианы и капут медузы. Ну или что-то такое. Орхидейки. Красота. Даже не знаю. Асплениум. Бендробиумы. Кусочек тилансий. Ну да, гигантский. Мы тоже интернедиа. Котлея. Какая-то интересная птичка бегает и орет. Птичка это истерия. Цып-цып-цып-цып-цып. Они не созрели, скорее всего. В пакетах-то. Вот смотрите, манго выращивается, чтобы они были сразу в пакетах. Видимо, чтобы птички не пожрали и всякие насекомые. Бригатный эпипремным пенатум. Из-за жары он весь, конечно, такой пожухлый. Но он растет. Он куда уже забрался. Все, мы все закупили. На самом деле, даже больше, чем планировали. Здесь огромное количество растений. Тут, правда, не очень много именно ассортимент видов. Именно тилансий и на орхидеи я пока даже старалась не косить глазом. О, какая прелесть. Это мы сейчас точно купим. Очень много дисхидий и очень много орхидей. Я сейчас поговорила с ребятами. На эти две фермы работают только они и их родители. Видимо, у них так принято семейными бизнесами. Потому что на Абрамелевых тоже как бы работает сын. Его мама помогает ему упаковать. И его папа. Собственно, у них есть сотрудники. Я предложила, конечно, нашу помощь по упаковке. Он поражал. Сказал, нет, спасибо. На все сотрудники отдыхайте. Ну вот, собственно, пока разбираются с упаковкой и считают нас, решил пройтись. Надеюсь, что Гоша все это уже снял. Что я хочу сказать. Я думала, что здесь все выращивается из семян. Но оказалось, что это все черенки. То есть, все практически только черенкование. И они сказали, что поливают они раз в день. Лежит на муку вентилятора специально оставила. Что они поливают один раз в день по 20 минут. Сказали, что сейчас пока сухой период. Вот такой у них полив. То есть, вы поняли, насколько отличаются условия содержания у нас и у них. Мне кажется, это хлорофитум. Я не знаю, зачем им. Это хлорофитум. Ну, видно, что здесь чуть-чуть более неряшливое содержание в том плане, что здесь везде насеялись пилеи микрофилы и прочие кислицы какие-то. В общем, круто. Мы их здесь, кстати, с Гошей не проходили. Сейчас мы видим блоков. Правда, я видела шинорхису, но просто реально уже так много растений. Не знаешь, куда это все деть. Это же надо еще где-то в Москве распределить. Ой, какой красивый бульбаш, блин. Ну, наверное, придется это купить. Если это бульбофилом, конечно. Вот. Ну, собственно, работы, он сказал, много. Ну, логично, что много. Конечно, при таком количестве растений вот тут горшки валяются. Ну, в общем, пипец, крутота. Нам такие масштабы и не снились. Ну, что? Ребят, у них просто, на самом деле, на сайте нет такого ассортимента, как здесь. Мы в шоке. И они уже под конец расслабились, потому что поначалу мы их, видимо, шокировали. Под конец они расслабились и уже начали показывать мне какие-то редкие формы тилансии. Я уже говорю, все, хватит, стоп. Мы просто уже не можем. Ну, так вот, то есть, сначала осторожно отнеслись. Еще очень много мха здесь. Вот так вот просто растет. Очень красиво и очень тихо. Это поразительно, насколько здесь тихо, уютно и спокойно. Ну что, ребята, наверное, это последняя ферма, которую мы успеем посетить за эту поездку, потому что все это занимает гораздо больше времени, чем хотелось бы. Ну, потому что пока со всеми поговоришь, пока они поймут, что ты имеешь в виду, тяжело. Вот, мы решили, что, наверное, пора восстанавливать навыки английского, потому что что я, что Гоша, уже не можем объясниться зачастую, все приходится на пальцах. Вот, ну, в общем, красота несусветная и если все будет нормально, сейчас все получится по отправкам, то мы будем будем что? Будем сотрудничать дальше, будем привозить больше тилансий. Ну, и мы привезли им подарок и забыли его в как его называют, в отеле. Ну, ничего, потом вернем. Ребята тоже нашли здесь себе много чего интересного. В общем, и писцы, и я в шоке просто. Чего здесь только нету. Ладно, я думаю, мне пора возвращаться, чтобы хозяева не нервничали. завершим сегодня этот день на позитивной ноте. Скоро все это будет в Москве. И знаете, что еще приятно? То есть ты показываешь на какой-то вид, они тебе говорят плохое качество. Зачастую то, что для них плохое качество приходят из Голландии и считаются нормальным. Или, допустим, мы берем в Европе периодически, оттуда тоже, типа, говорят, присылают и очень... Ну, мы нашли только одну тоже семейную ферму, где были хорошие тилансии. По остальному, как бы... И тут просто наотрез отказываются. Говорю, нам нужны они, их нигде нет. Он говорит, нет, я сейчас не продам. Говорю, ну, окей, в другое время. В общем, очень тайцы дружелюбные. Они еще довезли нас, потому что из их деревни было невозможно добраться. Довезли нас до стоянки машины. Сейчас будем вызывать такси и ехать дальше. Сегодня прям день разъездов. Спасибо.